Сегодня в библиотеке имени Франко празднуют Дни эстонской культуры в Крыму. В рамках этого мероприятия запланировано несколько выставок, а также выступления известных эстонских деятелей. Прямо сейчас мы находимся возле картин автора Сергея Тюрмеса, которые посвящены Старому Таллину. На мероприятие приехали не только эстонцы из разных городов Крыма, но и другие народы, а также студенты симферопольских вузов, для того, чтобы вместе разделить радость праздника. В программе нашего мероприятия презентация книги «Эстонские поселения Джурчи» и «Кия Тарка» автора, краеведа и следователя Леангарда Сальмана. Кроме того, у нас еще состоится творческий вечер знаменитого эстонского певца, народного артиста СССР Георга Отца. Тут можно погрузиться в историю эстонского народа, а также ознакомиться с предметами быта, культуры и традициями. Есть много уникальных таких приспособлений. Вот, например, одно из них для тушения свеч. Чтобы пламя не разгоралось, можно аккуратно посучить свечу вот таким вот приборчиком. Смотрите, я вот, чтобы понять всю атмосферу сегодняшнего праздника, я вот нашел элементы костюма. Эстонского костюма. Расскажите, пожалуйста, что не хватает еще мне, чтобы быть настоящим эстонцем? Как правило, традиционно эстонцы одеваются в черную шляпу и жилет, и еще должен быть сюртук. Также у мужчин это укороченные штаны, светлые или полосатые гольфы и самодельная обувь. Есть такое поверье. Если встретишь на улице трубочиста и потрешь его пуговицу, то целый день тебя ждет удача. А вот оберег для девушки практически каждый элемент костюма. От пояса до украшения на шее. Это национальный костюм, женский, представительницей Северной Эстонии, уезда Ярвама. Традиционным для этого костюма является кофта, так называемые рукава. Характерной деталью для женского костюма является брошь-оберег под названием ссылк, который выполняется в виде щита. Это своеобразный щит, защита женщины от негативной энергии. В холле располагается выставка, посвященная известным деятелям культуры, в свое время оставивших свой творческий след в Крыму, юбилей которых отмечают в этом году. Среди них известный оперный певец Георг Отц, писатель Эдуард Вильде, скульптор и живописец Амандус Адамсон. Не обошлось, конечно же, и без концертной программы. Этот праздник на своем примере доказывает, что всегда есть место дружбе, среди народов и, конечно же, почитанию своей культуры. Александр Кононов, Сергей Козырь. Утро нового дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова